Приветствую всех фанатов вселенной Вархаммер. Давненько у нас на канале не было анбоксов, и сегодня я решил исправить столь досадную оплошность, благо и повод появился. Да, я все-таки решил попробовать Варкрай. В общем-то, пообщавшись с обклубниками, почитав информацию, которую удалось найти в сети, понял, что это такой своеобразный, но опять же, как мне показалось, упрощенный вариант Kill Team. Опять же, я могу ошибаться, потому что только пока изучаю правила, и можете написать в комментариях, но вроде как мне показались правила на Варкрай попроще, чем на Kill Team, но опять же, пообщавшись с обклубниками, понял, что игра весьма прикольная, так погонять вечерок в нее очень здорово, динамичная, быстрая, ненапряженная. В общем, неплохой вариант с Кирмиша на вечерок. В общем, были варианты какие? Взять уже миниатюры, которые у меня есть в коллекции, да, там можно, качнув правила или, найдя эти карточки, использовать стандартные миниатюры из Age of Sigmar, но хотелось чего-нибудь такого необычненького, то есть тех мини, которых у меня нет, взять уже готовую банду, и выбор пал на Jade Obelisk. Почему? Мне очень понравились миниатюры еще в свое время, когда их показывали на Вархаммер превью онлайн, я еще тогда сказал, что минки просто шедевральные. Да, это не кхарниты, как знают подписчики этого канала, а также мои группы ВКонтакте, что я собираю в Age of Sigmar именно кхарнитов, да, это не кхарниты, был вариант взять кхарнитскую отдельную банду, но, честно говоря, минки мне не зашли, и опять же, хотелось чего-то такого, чего у меня нет именно в полновесном Age of Sigmar. И выбор, естественно, пал на Jade Obelisk, потому что минки, ну, просто шикарные. Давайте мы сейчас посмотрим. Без пленочки коробочка выглядит вот таким вот образом. Давайте сейчас ее перевернем и посмотрим тыльную сторону. Собственно, она у нас вот такая вот, и, как видно, здесь есть карточки для разных языков, но, конечно, нас интересуют в первую очередь сами миниатюры. Минки, повторюсь, просто шикарные. Собственно, чтобы не пугать вас потрошением самой коробки, я сделал такой вот небольшой монтаж, соответственно, открыл ее и вытащил литнички. Как понимаю, у нас здесь всего два литничка, да, два литничка, подставочки. Ну, а всего миник-то не очень много, но они прекрасны, особенно чел с этим обелиском просто, просто шикарен. Вот, набор карточек, как я понимаю, набор карточек банды и инструкция по сборочке. Собственно, здесь есть разные варианты. Ну, как разные. Привык уже, разбаловался, разбаловался я в полноценном сорокете и в Age of Sigmar. Нет, в общем-то, вариант, как я понимаю, здесь вариантов не очень много, но все равно у Минки-то прикольные. Инструкция, что у нас здесь. Нет, кстати, смотрите, вариативность есть весьма прикольная. Не прав я, не прав. Ну и, собственно, сами литнички. Первый литничок. Так, отложим его. Второй литничок. Очень крутая детализация миник. Прям очень доволен. Не пожалел о том, что взял данный набор. В контакт выложу примеры собранных миник и, возможно, даже процесс покраски. Ну, красить их буду по классике, как, собственно, указано в дефолтном варианте, как они выглядят. Вот, то есть, так, не буду прям уж что-то придумывать. Буду по стандартам. Второй литничок. Совсем немного подставочек. Подставки стандартные. И карточки. Карточки всякие разные. Честно говоря, особо в них не разбираюсь пока. Но думаю, что скоро разберусь. Выглядят они весьма прикольно. Кстати, очень удобная упаковка. Пожалуй, я даже не буду ее выкидывать, а использую для переноски. Соответственно, вот у нас пошли карточки. Сейчас их более детально покажу. Секунду. Так, первые четыре карточки. Вот они у нас такие. Сейчас покажем крутейшую карточку лидера и чувака с обелиском. Еще какого-то фамильяра, походу. Так. А вот, собственно, эти карточки, про которые я и говорил. Головарь. Крутой чел с обелиском и какой-то фамильяр. Есть вот карточка на великом и могучем. Называется нефритовый обелиск. Да, понимаю, звучит двусмысленно. Собственно, на ней указаны все бойцы. Нефритовая жрица. Носитель обелиска. О, буду знать, что этот крутой чел называется носитель обелиска. А фамильяр называется идоларк. И, соответственно, видимо, фракционные особенности данной банды. Ну и, соответственно, продублировано и на других языках. Есть на языке традиционном, конечно, на родном языке Шекспира, на английском. Естественно, буду использовать две эти карточки, чтобы можно было чекать данные, которые указаны на переводной карточке и нет. Надо, кстати, их будет проверить, нет ли ошибки. Ну, в общем, пока набор такой. Если интересно, подписывайтесь в группу ВК, потому что там будут выкладываться некоторые моменты по сборочке, этапы сборки и покраски. Ну, а так, если видео интересно по Варкрай, запишу. Может быть отдельное видео о том, как попробую первый раз сыграть в Варкрай. А в любом случае, спасибо за внимание. До новых встреч. Пока-пока. И, конечно, традиционно всем гидродоминатус. Ну, а миннички-то очень прикольные.